Привет, друзья и друзья! Ну, слушайте, если б здесь автобуса ментов не было, ребят, я бы здесь вообще телефон доставать не стал. Всем здорова! В общем, планирую сегодня съездить к Барбосе. Барбосе — это человек, который выдал чёрный поезд ЦСР и Кости. Соответственно, чёрный поезд Андрея Хазова тоже по линии Барбосы. И мой коричневый поезд по линии Барбосы. Вот это человек, которому кранчнул перулита после четырёх лет, по-моему, в ЦСР и Кости. Мы недавно с ним виделись, он рассказывал, что есть разница, что ЦСР — он такой мотиватор, а Барбоса — именно тренер-тренер. Он сам ведёт тренировки, сам любит всё показывать и так далее. Вот схожу в гости, посмотрю, чего кого. Расскажу. Благодаря жене Андрея Леоноре я приехал в консерваторию. Вот она позади меня, вот вход, вот охранник на входе. Здесь какой-то крутой оркестр. И я приехал в службу Тарусик Моя Рахманинова. Позади меня автобус с полицией. Отдельный вход. Красивое здание. Вон, ещё менты подъехали. Посмотрите, какие-то трущоб. Какие-то бомжи мусор собирают, какие-то бомжи ходят. Ну, слушайте, если б здесь автобуса ментов не было, ребят, я бы здесь вообще телефон доставать не стал. А так как бы вот цивильное место посреди какого-то ада просто, какого-то страшного. Вот зал буквально в 15 минутах от меня. Я живу возле метро. Зал Барбуса тоже возле метро. 5 минут пешком. Иду в гости. Вывеска горит, нифига не видно. Только по звукам узнал. Академии Барбоса Джужикса. Идемии Барбоса Джужикса. Идемии Барбоса Джужикса. Идемии Барбоса Джужикса. Идемии Барбоса Джужикса. Короче, какое-то очень красивое здание. Имеет померили температуру. Ну, вообще, если здесь находиться не смотреть наружу, то все классно. Самое забавное, то есть я, в принципе, снимаю видос о том, что я доехал до консерватории. Но внутри, разумеется, ничего снять не смогу. Ребят, посмотрите, как здесь все огорожено от внешнего мира. Дверь с решетками железная. Сзади специальные двери из стекла. И позади них еще стоит автобус. Ко мне вот подошла девушка, попросила меня надеть маску. А то я буду распространять коронавирус, даже когда стою в одиночестве и снимаю видео. Но вообще обилие полиции вокруг этого здания меня успокаивает. А вот места, где здание находится, вообще нет. Получилось договориться, чтобы мне разрешили сделать небольшую видеозапись строго до концерта. Часть мест закрыты, все из дерева. Оркестр готовится к выступлению, репетирует немного. В принципе, вот это вот все, такая небольшая музыкальная вставка. Я решил кое-как вот, типа я селфи делаю, еще немного для вас поснимать. Я на балконе. Вот такие вот потолки здесь. Вот. Оркестр готовится, люди собираются. Как шпион, ё-моё. Причем поставил только что всех упор лежа и лупил палкой. Все в стиле Андрея Николаевича Корчихагина. В общем, я начал приставать с вопросами, что значит девятка в лого Бэй 9. Оказалось, что это вот этот зал. Это бывший зал Эдуарда Теллиса на Энни-Найки джим. Вот поэтому Бэй теперь начал борьбос, а девятка, так скажем, остаточное явление от Эдуарда Теллиса. Есть такой смысл, что десятка – это идеально, а девятка – это близко к идеальному. То есть никогда не идеально, но мы стремимся. Идея примерно такая. Привет, друзья и друзья! Привет всем! Привет, Россия! Мы вот здесь живем в Сан-Пау, в Бразилии, уже очень много лет. Я уже здесь вообще, не знаю, 21 год, 22. Здесь замечательный оркестр, здесь лучший оркестр в Латинской Америке. И этот оркестр был собран на базе некоторых бразильцев и многих иностранцев, в основном наших, потому что у нас очень хорошая школа. И вот здесь у нас диаспора, вот парчет там. И мы все тут очень дружно живем и радуемся жизни. Вот сегодня у нас сейчас холодно, у нас зима, у нас 15 градусов. А вообще нам очень хорошо. Так что привет, приезжайте в Костю. Оказалось, что в симфоническом оркестре Сан-Паула играют русскоговорящие музыканты и музыканты из России. Это немножко разное, но все равно близкие по духу люди. Привет всем. Меня зовут Алексей. Я живу в Сан-Паула уже где-то 19 лет. И вот приехал сюда, поступил в этот оркестр. Оркестр города штата Сан-Паула. И посидеть здесь и работаю. Здесь у нас было больше русских, но сейчас уже, может быть, 10 человек осталось. Как тебе вообще жизнь в Сан-Пауле? Как живется русскому музыканту в Сан-Пауле? Русскому музыканту живется в Сан-Пауле отлично, потому что здесь в сравнении с Россией мало конкуренции для нас, потому что у нас хорошая школа, у нас хорошее образование. И поэтому мы можем работать в лучшем оркестре в Бразилии. Спасибо тебе большое. Был классный концерт. Спасибо за прослушивание. Стою в ожидании Убера. Тут внутри дверей, наружу не выхожу, пока такси не подъезжал. Какой-нибудь бомж до меня не докопался, там не попытался ничего выхватить и так далее. Бразилия, страна контрастов. Играет музыка. 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 Спать уже хочется. В общем, я сходил к Барбосе. Вообще, в целом, обстановка приятная. Тренировки похожи по расписанию в стиле ЦСР. Там есть стабильные. Типа в 12, в 5, в 6.30 и там в 9 что ли утра. То есть 4-5 тренировок стабильно. Плюс несколько варьируется. То есть там 5-7 тренировок в день точно идет. На всех классах полно народу. Очень много прям стариков. Прям деданов. Прям я видел людей там с какими-то пятыми, шестыми данными. Причем они, когда ты отрабатываешь, черные пояса подходят. Смотрят, поправляют. Барбоса сам ведет тренировки. Не все, но большинство. Прям неожиданно. Все очень приятливые. Все интересуются. Че ты, кто ты, че приехал, придешь ли еще. Тренировки по лайтовей, чем в ЦСР. Сам режим лайтовей. Схватки короче, где-то по 5 минут. И народ такой не скоростной. Если выделить какой-то стиль зала, то это прессинг. То есть давят прям очень мощно. Видимо, ЦСР. Это развил, добавил скорости. И получилось то, что получилось. Давят все очень круто, очень мощно. Но не спеша, так скажем. По поводу прессинга, мне вот оставили даже это. Так сильно давили, что остался синячок. То есть очень много возрастного народа. Очень много такое. То есть это как с точки зрения зала для хобби. После работы тренироваться или просто вот ходить тренироваться. В таком формате лайфстайла. Офигенно классный зал. То есть Барбоса прям довольно детализированно показывает, рассказывает. Варианты, опции. Прям очень классно, мне понравился. За техникой можно ехать к Барбосе. Персоналку стоит 300 риалов, я узнал. Совсем забыл сказать. После тренировки, на которую был я, Барбоса ушел и ее вел другой парень. Этому парню сказали, что пришел парень из России. И он, значит, давай кричать на русском на весь зал. Подошел ко мне, познакомился. Оказывается, он периодически ездит в Ярославль. И ведет в Ярославль в клубе Леон, по-моему, он мне показал в инстаграме. Передавал всем привет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это, это очередь. Очередь! Прям запоминаем. Прям вот очередь. Прям вот, прям вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА